здравствуйте друзья коротенький вопрос здравствуйте михаил петрович это я помогите начинающему тестеру ответить на вопрос почему тестирование а не программирование опыт более пяти лет в разработке сайтов на контент менеджмент системе wordpress но разработка заключается в установке этой системой настройки темы иногда примитивная верстка с подключением javascript и разнообразных плагинов вот собственно как ответить на вопрос почему ты не хочешь быть в разработке я от солнышка прячусь а почему ты хочешь быть в тестировании и для тех кто там детали может быть не так сильно вникает значит человек говорит разработка моя примитивная такая нет там в ней ничего такого чтобы там душа развернулась и свернулась знаете так чуть простенько вот давайте мы вот чего начнем это вопрос достаточно общий это в данном случае он ведь почему там тестирование они разработка но вообще очень часто человек работает не по профессии приобретенные в вузе и могут а почему вот ты учился там на этого работаешь вот тем что случилось как что произошло очень важно как бы начать с того а почему люди вообще это спрашивают ну вот есть человек он может что-то делать почему ты выясняешь вдруг откуда он взялся с чего он начинал почему он менял вообще какое твое дело ну вообще ну правда неужели это важно это важно это важно для того чтобы понимать вот то что мы называем жизненный путь до life path у меня есть и на английском и на русском у меня есть видео как раз вот поэтому жизненного пути они кстати не безумно просматриваемые яду просто народ который может быть где-то то видит у него мелькает они не понимают в чем в чем собственно важность этого всего это очень важная тема ты идешь по жизни ты в какой-то точке там начал свою жизнь ну можем этой точкой считать скажем получение высшего образования или может быть немножко раньше в старших классах если ты чем-то увлекался ну вот где-то там уже такой достаточно взрослый человек чем-то увлекался пошел учиться потом пошел работать потом еще что-то произошло и вот он уже пять лет работает и вдруг он меня понимает люди которые берут вас на работу они находятся в ситуации выбора если выбора нет так у них выбора нет хотя может быть такой выбор брать ли не неправильного человека или уже вообще бить никого не брать или взять неправильно такой выбор тоже бывает но исходим из того что они разговаривали с 5 человеками у них есть две позиции один человек там что-то интервью провалил вот осталось две позиции 4 человека надо выбрать все четыре могут делать работу вот это это мы определили вот у нас интервью мы мы поняли он может делать работу надо из четырех выбрать двух и мы начинаем разбираться другие факторы пошли в работу другие значит какие факторы насколько этому человеку вот эта конкретная работа как бы в жилу да что такое в жилу вот насколько она соответствует его каким-то глубинным интересам и вот куда он по жизни движется сегодня вот эта работа дает ему что-то в его движение сегодня к его сегодняшним целям интересам и так далее или какая-то промежуточная работа соответственно он и относиться будет к ней как промежуточной и может быть уйдет там через три месяца или даже если не уйдет что еще хуже а будет вот сидеть тут и работать спустя рукава и там всем настроение еще портит что зачем поймать и поэтому очень важно почему этот человек пришел и как он дальше идет он может сам не понимать но мы-то его берем на нас тоже ответственность мы хотим взять человека который то что называется принадлежит вот вот этому месту вот и мы говорим ему да мы можем сказать расскажи о себе и мы смотрим как вот он какая у него динамика была по жизни и куда он движется через нас ли идет его путь вот через эту позицию или не идет через нас вопрос почему вот это они это это часть ответа на вопрос расскажите о себе то что в вопросе расскажите о себе он должен начать издалека вот как он там учился как работал почему он менял профессию как он собирается жить дальше как как он себя видит через пять лет и так далее да здесь его так маленько сформулировали так чуть-чуть я подозреваю что задал задали ему этот вопрос потому что сначала ему сказали расскажи о себе и он когда рассказывал расскажи о себе он не объяснил почему он менял профессию тогда начинают дополнять маленькими вопросиками начинают дополнять а был большой вопрос это мое предположение я не знаю точно как это получилось может быть они смотрят в резюме га смарика вот одно дело потом другое что там вдруг так тоже может быть вот почему они спросили потому что они хотят понять что человек реально заинтересован что этот та позиция на которой он будет самореализоваться ему будет интересно он будет двигаться к своим целям это важно потому что если он не самореализуется и не движется к своим целям то он и не работает толком и собственно и уйдет рано и там чуть получше найдет и смоется куда-то и так далее теперь человек говорит я вот там делал веб-сайтики какие-то там в вордпрессе а сейчас вот так путем настройки перенастройки действительно это не то же самое там до что вот как раньше люди там брали html там java script и вот писали от руки там как-то конечно сейчас так так сейчас мама мало кто делает сейчас очень много инструмента который позволяет модуль на бум-бум-бум-бум нашлипал и пошел да и принижать то что ты делал раньше принижать нехорошо ты можешь давай да какой я там разработчик господи шоу 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 наши враги были так такими разработчиками вы давайте вы так не можете сказать то есть принижать то что делаешь не надо но почему то же вы пошли в тестер значит вы прошли в тестеры потому что вы не самореализуетесь на той работе у вас недостаточно возможности для самореализации но это не отвечает на вопрос почему тестирование это говорит только о том что вы вроде работали но как-то у у вас там не сложилось что в общем тоже не плюс может у вас тестером не сложится кто знает и так далее поэтому должна быть какая-то убедительная такая история и история которая легко принимается и поддерживается эта история того что человек себя ищет и он старается по природе своей быть там где он реально востребован если я там могу работать давно в пяти местах с разным уровнем востребованности то я хочу работать там где я расстребовано больше это естественное стремление человек альберт энштейн вообще потрясающе дядька был помимо того что физик хороший математик но вот такой философ жизненный большой инштейн и из членов принадлежит фраза что единственная как бы наиболее важная функция человека в этой жизни это служить другим людям понимаете вот в чем самореализация в том чтобы быть полезным обществу другим людям поэтому вам задают вопрос а почему это не то вы говорите я занимался разработкой сайтов и и меня нет не то чтобы не нравилось я я окей я я нормально это все делал но занимаясь разработкой сайтов я как бы поневоле был столкнулся с тестированием и когда работаешь компании так там бывает что не только свое тестируешь там и чужое тестируешь и так далее и я даже сам может быть не обратил бы внимание но очень многие люди мне сказали послушали ты потрясающий тестер ты находишь такие проблемы ты какой-то виде не имеешь особое и я стал за собой наблюдать и я понял что я гораздо больше удовольствия получая от тестирования удовольствие в жизни и я спросил себя то что же я делаю то что я просто делаю или то что я хочу делать ну как бы как бальзам на душу так я я думаю так буду делать тестировать и выиграть я не не вообще хочу не быть тестером я хочу быть человеком в тестировании который вот что называется makes the difference так все который как бы кардинально что такое создает в этой профессии я хочу расти профессионально я хочу там через лет не знаю там пять быть вот там какого-то очень высокого уровня и так далее поэтому я когда смотрю на вашу позицию я себя спрашиваю я я вот получаю здесь какой-то ресурс с помощью которого я приближаюсь к своей цели и и мой ответ да поэтому я на самом деле очень заинтересован вашей позиции у меня как бы интерес нет не только сиюминутные у меня интерес на самом деле долгосрочный вот это надо сказать перефразируя там как-то и так далее то вы сейчас там запишите есть люди как каждое слово записывать потом так зазубривают не надо зазубривать от себя должно идти но фишка вот такая здесь давайте солнышко ушло будем с вами дальше беседы фишка в том что вы поменяли с одной области на другую область потому что опыт показал нет нет не ожидание у вас есть а опыт показал и другие люди вам опытные которым как бы можно доверять сказали что вот это твое то вот ты вот родился в этом деле ты и и пригодишься в этом деле знаете поэтому как бы у вас были такие серьезные основания для этого вот а в основе лежит желание как бы быть востребованным быть полезным то есть по максимуму по максимуму отдавать вот то что есть вот вот это такой ответ и это не не определяется исключительно там переходом из программирования там в тестирование просто вот почему почему ты шел одним путем потом пошел другим путем почему так произошло так есть ли местечко под солнцем маленькому начальнику в небольшом билдинге есть друзья есть у нас через десять минут начинается урок я веду сегодня урок по поиску работы в классе который заканчивается да вот мы там все время такие вопросы обсуждаем надеюсь что будет полезно не только товарищ который вопрос задавал ну как бы другим тоже счастливо но и и Продолжение следует...